Девушки отдыхают Извини, я предпочитаю разбираться по-соседски Слушай, если увидишь креслое, скажи, чтобы отдал мне кирку А я заплачу тебе за беспокойство Блестяще! А я как раз собирался сходить выпить Спасибо, теперь никуда идти не придется Так-так, давненько сюда никто из гильдии не добирался Скажи мне, как мой братец Делли? Все так же просиживает целые ночи в буйной фляге, пытаясь охмурить Векс? Рад слышать Проклятому бездельнику даже лень послать письмо собственному брату Написать, как у него дела Можешь себе представить? В любом случае, ты, наверное, работу ищешь У меня плохие новости Здесь словить вечер Очень денег хочется, да? Вот это боевой душ Вот что я тебе скажу У гильдии тут есть проблема, с которой я пытаюсь разобраться много лет Но все никак не могу Не смотри на меня так Я здесь один Помогать мне некому И потом, честно говоря, это моя проблема Я сам и виноват Примерно две недели назад У меня на пороге объявился один бретонец Эсмон Тайн Он, как и ты, заметил теневые метки И я решил, что он один из нас Вот именно Уволок прямо из-под носа Ты представляешь? Мою собственную формулу улучшенной костяной брони Я много лет ее совершенствовал Но прежде чем сбежать Он нес какую-то чушь Насчет того, что хочет продать товар Риклингам В замке Корстаг Я сказал ему, что глупо даже думать О разговорах с этими злобными маленькими тварями Но он не стал слушать Готов спорить на толстый кошелек с монетами Что он либо уже помер Либо прячется где-нибудь там Сделай это А я уже в долгу не останусь Ты не разочаруешься Отличный вопрос И приезжие чаще всего мне его задают Ну я бы и рад тебе что-нибудь романтическое рассказать Но на самом деле я просто хотел денег подзаработать Вот и выбрал Воронью Скалу К тому же в Рифтоне Умением чинить костяную броню Много не заработаешь Был у меня дружок Темный эльф по имени Ван Рид Очень талантливый броник Кучу времени с ним проводил Все учился разным технологиям Вот и костяную броню ученик научился А когда он перебрался на злачные пажите Я решил собрать вещички Да проверить его уроки на практике Вот с тех пор тут и живу Это единственный инструмент Способный расколоть стал грим Вот что это такое Этих красоток в мире не так уж много осталось Искусство их изготовления утрачено Та, которую позаимствовал Крессой Из деревни Скалов Далеко на севере Я... Где ее мыть Называть стал грим рудой То же самое, что называть мою кузницу Походным костром Некоторые говорят, что это зачарованный лед А я думаю, нечто большее Да мне может всего пара кусков За всю жизнь не попалась А ведь я кузнечным делом На жизнь зарабатываю Если хочешь побольше про это узнать Иди в деревню Скалов Наверняка кто-нибудь там знает Про это побольше моего Да все, что доброму воину нужно И скажи Крессию Пусть лучше отдаст гирку мне А не то Пусть лучше отдаст гирку 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 Продолжение следует... Спасибо тебе. Надо добавить немного в следующую порцию зелья. Кто знает, что может получиться. Да, и с гордостью могу сказать, что большую часть я собрала или вырастила сама. Проблема только с Жили-Неча. Этих твари очень трудно выследить, потому что сейчас за Бастион ходить стало опасно. Это было бы замечательно. И я была бы просто счастлива вознаградить тебя за труды. Осторожнее с этими Нечами. Выглядят ручными, но могут сильно поранить тебя, если решат, что ты им угрожаешь. Мой муж Виндил опасался, что путники будут обходить Воронью Скалу стороной. Приятно, что он ошибался. Не переживай, Атрил. Всегда приятно поговорить с кем-нибудь с материка. Конечно, всё равно больше делать нечего. Пусть на твоём пути не будет опасностей. Если ищешь Восточную Имперскую Компанию, их здесь уже больше ста лет нет. Поезжай в Индхейл. Это не моя проблема. Я же ясно сказал, когда одолжил ударить... Как же здесь убога. Ненавижу это место. Наконец-то отец разрешает мне пить, что хочу, и не ноет. Передай Гелдису, что я оценила. Будь осторожнее. Солстейм всё ещё опасное место. Всё тихо. Предупреждаю сразу. Серджо, всегда приятно попробовать всё, что предлагает Гелдис. Извини. Если качество хорошее, я куплю. Дай-ка взглянуть. В течение тысячелетий данмеры выращивали в Эйшленде съедобные растения. Это было необходимо, чтобы выжить в суровом климате нашей Родины. А теперь, когда Красная Гора постоянно извергается, это важнее, чем когда-либо. Нет. Только Телван не способны вырастить из пепла нечто живое. Просто нужны подходящие материалы, подходящие инструменты и огромное терпение. Как проголодаешься, заходи. У меня полно еды на продажу. Всё начинает налаживаться, жизнь возвращается. Возможно, я тут и задержусь. Шахтёрский инструмент? Нет. Зато я продаю кулоны Восточноимперской компании, пока они у меня не заканчиваются. Популярная вещица. Такие амулеты. Их делали специально по заказу компании. Одно время они раздавали их своим работникам в качестве премии. Награда за успешную работу. Теперь их больше не делают, это редкость. Я бы с удовольствием ещё купил. Да где угодно на острове. Начать можно, например, с шахт. Если найдёшь такие, когда будешь бродить по Солстейму, приноси мне, а я тебе за них заплачу. Гелдису надо разлить это по бутылкам, да отослать на материк. А не тратить тут время зря. Напитки у него превосходные. Спасибо. Я не знаю, что это для игроков. Погляди. Кулоны Восточной Имперской Компании повсюду косаны. Так что исчезли. Буквально под каждым камнем. Да что ж такое, женщина? Я же сказал, оставь меня в покое. Крестцы, в прошлый раз, когда ты ходил в шахту, ты чуть не погиб. Я не хочу вдовой остаться. Меня всегда учили избегать таких развалей. Кажется, теперь я понимаю, почему. Останки своего прадедушки. Он там, внизу. Я чувствую. Это было почти 200 лет назад. Там уже и находить-то нечего. Отпусти меня, женщина. Крестцы, ты упрямый старый дурак. Ты там убьешься. Ты уж прости нас, заболтавню Крестца. Звучит заманчиво. Спасибо. Этот старый дурак считает себя на 30 лет моложе, чем он есть на самом деле. Лезет в шахту, а там и убиться недолго. Он выдумал себе какой-то заговор. Что-то там, связанное с Восточной Имперской Компанией и закрытием шахты. Мы нашли в доме старые письма его прадеда. И он верит каждому слову, которое в них написано. Прадед Крестца работал на Восточную Имперскую Компанию. В письмах упоминается, что нашли что-то и поручили ему это исследовать. Честно говоря, нету в этих письмах ничего примечательного. Не знаю, почему это он так с ними носится. Грациан Карелий. Работал исследователем на Восточную Имперскую Компанию. Они гоняли его по всему Тамриэлю, если у них были какие-нибудь сложности с шахтами. Бедняга. Можешь себе представить? Столько опасной работы, и в результате умереть у самого дома. Несчастный случай. Один из туннелей обрушился, и он погиб. Никто никогда так и не смог спуститься в шахту и забрать его тело. Восточная Имперская Компания закрыла этот участок, чтобы больше трагедии не было. Крест и убежден, что Компания все это выдумала, чтобы что-то скрыть, но я не уверена. Голубчику-то моему уже почти восемьдесят, и, похоже, от шока, когда он нашел эти письма, в голове у него малость... помутилась. Я его очень люблю и во всем поддерживаю, но не позволю гнаться за всякими глупостями, а то кончит так же, как Грациан. Будь осторожнее. А ты еще кто? Не видишь, что ли, что я занят? С чего это я должен тебе рассказывать? Я даже не знаю, кто ты. Хм, может быть. Знаешь, трудно доверять людям, когда все считают, что ты с Бреньем. Но помяни мое слово. Эта шахта таит секрет, который может вернуть в Вороний Скале ее значимость. Тайна, которую восточная имперская компания постаралась скрыть два века назад. В результате мой прадедушка был убит, а они бросили Воронию Скалу с этой бесполезной шахты. А ты в первый раз про нее слышишь? Это самая крупная торговая компания в Тамриэле. И лицензию ей выдавал сам император Сиродила. Гарциан Карелий. Он всю жизнь провел, исследуя древние развалины Тамриэля. И умер в этой самой шахте почти 200 лет назад. Восточная имперская компания утверждает, что погиб под завалом в результате несчастного случая. Но я-то лучше знаю. Мы с женой убирали в доме и наткнулись на вещи прадедушки. Они были заперты в старом сундуке. Я нашел письмо ему от Восточной имперской компании и ключ. Там было описано открытие, которое землекопы сделали в шахте. Компания хотела, чтобы Грациан занялся им. Похоже, Восточная имперская компания считала открытие очень ценным, раз закрыла эту часть шахты ото всех. Так и есть. Ну, то есть, я так думаю. Я так и не смог найти вход. Наконец-то! Хоть кто-то мне поверил. Говорю тебе, там внизу что-то очень важное. И Восточная имперская компания хотела это скрыть ото всех. Слушай, моя жена хнычит, что я слишком стар, чтобы бродить по шахтам в поисках своего прадеда. Время против меня. Оно со мной покончит, прежде чем я успею найти ответы на все свои вопросы. Именно. Я хочу узнать, что случилось с Грацианом и что скрывает от нас Восточная имперская компания. Грациан вел дневник, делал заметки во время своих путешествий. Если ты найдешь его остатки, я думаю, это поможет. Вот все, что у меня есть. Письмо и ключ. Пожалуйста, сделай это, чтобы я снова мог себя уважать. Опять он клиентов ищет, да? Ладно. Думаю, глоточек можно выпить. Проклятый идиот ее не заслуживает. Эта кирка для работы в шахте, а не для продажи. Наверняка он сам стащил ее у скалов. Ну и ладно. Вот. Скажи ему, я надеюсь, что он ее себе на ногу уронит. Смотри, осторожнее там внизу. Эта шахта опасна. И что ты с крестцем разговариваешь? Ну и ладно. Ура... Смотри, ты... Смотри. Смотри. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Я должен был догадаться, что она не будет меня ждать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что произошло? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА